Добрый вечер, Мария Алексеевна. Ну, во-первых, встреча с вами, Владимир Иванович, ничего доброго не сулит. А во-вторых, смею спросить, молодые люди, что вы делаете ночью в моем доме? У нас важная новость. Дело в том, что ваш зять, ваш зять, господин Забалуев... Очередной поклеп на мое семейство. Слушать не желаю. Забалуев нищий обманщик. Вы докатились до сплетен? Он беден. Беден, как церковная мышь. Предлагаю вам поехать с нами во всем убедиться. И куда же? В его так называемое поместье. Не собираюсь никуда ехать. Мария Алексеевна, Ваша дочь замужем за шулером. Поверьте. А почему я должна верить вам, молодой человек? Сейчас вернется господин Забалуев из подвала. Мы его и спросим. Супруг вашей дочери мошенник и голодранец. Речь идет о ее жизни. Я не понимаю, вы боитесь правду знать, Мария Алексеевна? Ну, хорошо. Едем. Убеждена, что все это очередной блеф. Жаль, что тогда я не догадался дать сторожам денег. Мое первое посещение в поместье господина Забалуева прошло по-другому. Судя по их радостным лицам, денег они не видели давно. Вы обещали продемонстрировать мне некие факты. Слушать ваши наветы на господина Забалуева я не желаю. Вот вам факты. Оглянитесь вокруг. Такого запустения я не видел давно. Не уверена, что отсутствие мебели и ободранные обои признак нищеты. Возможно, Андрей Платоныч затевал об устройство. Мария Алексеевна, здесь все же это устройство уже много лет. Ну, жил. К тому же он готовился переехать отсюда. Вы меня не убедили. Не спешите с выводами. Это еще не все. В кладовой мы нашли странный шкафчик. С присущей господине Забалуеву аккуратностью. В нем по полкам разложены разные лекарства. Андрей Платоныч не очень молод. Что ж с того? Одна из полок целиком заставлена ядами. Ой, не рассказывайте мне сказки. Одной бутылочки с ядом не хватает. И судя по месту, которое она освободила, яд взяли недавно. Ай-яй-яй-яй-яй, молодые люди. Сами все это устроили. Вывезли мебель, ободрали обои. Можем поинтересоваться у сторожей, куда что делось. Но вы же при мне давали им деньги. А теперь хотите убедить меня в их честности? Пустое. Ну, теперь уже вам судить. Так это или нет? Я рассужу. А вот вы лишний раз доказали мне свою беспомощность. Ваше желание опорочить господина Забалуева глупо. У меня одно желание. Найти убийцу своего отца. Ищите. Я-то при чем? При том, княгиня, что убийцу мы уже нашли? Ваши россказни? Я уже слышала. Ах, Владимир Иванович, вы готовы на любую ложь, лишь бы вернуть себе имение. Но все было законно. И банкрот вы, а не господин Забалуев. Мария Алексеевна, чем околдовал вас этот проходимец? Я попросила бы вас выбирать выражение в отношении моих родственников. И я, наверное, что нижней, на то же вовсе, все равно это было. И я выбрал вашу строительную. Я вычислился, но чтобы все оставались. И я загружаю, Продолжение следует...